Необычная школа действует на территории центра туризма. В целях безопасности территорию в 2 гектара разделили на локации. Группы занимаются на расстоянии друг от друга, а также в помещении. Часть детей у нас сейчас занимается в кружках по локациям на территории центра, а также в помещении, где есть такой вид спорта, как болдеринг. Инструкторы занимаются с детьми 4 раза в неделю, каждый день по новой программе. Каждый день они что-нибудь новое узнают. В частности, по туризму. Это и установка палатки, и разведение костра, приготовление пищи. Одно из направлений, которые мы планируем. По ориентировке. Это умение ориентироваться в пространстве, работа с компасом. Ну и на сегодня у нас довольно-таки популярен велосипедный туризм. В частности, некоторые детки у нас учатся ездить на велосипедах. Возможности провести досуг с пользой заинтересованы и дети, и родители. Здесь сегодня будет велоспорт. Я вот велик с собой привез. И скалолазание, и спортивные игры. Чудесная атмосфера, игровая. Дети расслабляются. Мы уверены, что они находятся в безопасном месте. И важно, когда звучит воздушная тревога, мы знаем, их отводят в бомбоубежище, пока не раздастся сигнал отбой воздушной тревоги. При желании ребята могут перейти в профессиональные группы и в дальнейшем участвовать в соревнованиях. Это отличный вариант здорового образа жизни, где не нужно какое-то сплочение в команду. То есть каждый человек, ребёнок любого возраста, у которого есть велосипед и который более или менее уверенно на нём себя чувствует, может устроить себе отдых. Для тех, кто пытается овладеть спортивными навыками, то, пожалуйста, центр туризма к вашим услугам. Сейчас школу туризма посещают 120 детей, в том числе 40 переселенцев из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. На наших занятиях мы им показываем, рассказываем, раскрываем все жемчужины Кировоградщины, нашей области и города непосредственно. Мы лепим, вырезаем, мы бегаем квесты, мы занимаемся краеведением. И таким образом дети понимают, где они находятся, а именно в центральной Украине. Желающих заниматься в школе туризма более чем достаточно, говорят организаторы. Уже сейчас набор в июльские группы почти завершён. Анастасия Лисовая, специально для информационного марафона Freedom, телеканала Юрий.